В эфире новости сейчас на телеканале Аист. В студии работает Иван Губин. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Все ждали, но ничего не будет. Оргкомитет дням города отказался от приглашения звезд российской эстрады. Кто заменит фронтменов праздника? Маленькая победа в большой битве. В регионе впервые с начала пожароопасного сезона нет действующих пожаров. Ликвидация продолжается. Сюда еще не ступала нога человека. Пещера Чикановского может стать памятником природы регионального значения. Эксклюзивные кадры и информация о ходе исследования в интервью с первооткрывателями пещеры. 18-летнего пьяного водителя задержали ночью 31 мая в Ангарске. Молодой человек ехал с выключенными фарами, требований инспекторов об остановке проигнорировал. Когда его заметил экипаж ДПС, лихач увеличил скорость и попытался скрыться от патрульного автомобиля. Но неудачно. Нарушителя задержали. Выяснилось, что у него нет прав. Ангарчанину грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль после инцидента повнестили на арест площадку. На утро 2 июня в Иркутской области нет действующих лесных пожаров. Впервые с начала пожароопасного сезона. Сотрудники МЧС локализовали два очага на площади почти 11 тысяч гектаров. Три возгорания на площади более 1400 гектаров ликвидировали за сутки. В тушении пожаров участвовали 40 единиц наземной техники и 450 человек. Отслеживали возгорания с воздуха три самолета. В Устилимском районе пожар ликвидировал самолет «Амфибия Би-200». Он сделал 14 сбросов воды общим объемом 126 тонн. Звезды российской эстрады не порадуют иркутян в день города. Не приглашать известных артистов решили на заседание Оргкомитета празднования. Чем мотивирован отказ в администрации Иркутска не пояснили. Ранее организаторы уже анонсировали выступление звезд. Сохраняя интригу, имена приглашенных не называли. Вопрос, кто же должен был приехать, так и не получит ответа. Известно другое. Вместо инкогнито выступит московская музыкальная группа «Самарин Бэнд» и «Сезон дождей» из Бурятии. А также иркутский исполнитель МС Зиммер. Получили долгожданные ключи от новых квартир 19 обманутых дольщиков. Строительство дома на улице Донской в Иркутске и его ввод в эксплуатацию затянулись еще с 2014 года. Из-за банкротства и смены застройщикам. Продвижению процесса поспособствовала прокуратура. Сейчас дом готов встретить новых жильцов. Все недостатки устранили, а территорию вокруг благоустроили. Работа с подобными случаями продолжается. С начала 2022 года комплекс мер реагирования позволил исключить из единого реестра 5 проблемных объектов и восстановить права 177 граждан. Наша основная задача – это резкое сокращение количества проблемных объектов. В ближайшее время мы предпринимаем и организационные финансовые усилия для того, чтобы эти 13 объектов, которые мы на настоящее время имеем, также резко сократить на конец 2022 года и оставшуюся часть закрыть в 2023 году. 2 миллиона 370 тысяч человек именно столько проживают в Иркутской области согласно предварительным результатам переписи населения. В прошлом году это число было больше на 5 тысяч. Среди субъектов Сибирского федерального округа при Ангаре все так же занимает четвертое место по численности населения. Как отметили в Иркутск, кстати, наш регион отметился непопулярной в стране тенденцией по росту количества сельских жителей. С 2010 года показатель вырос на 2%. Связывают это с высокой рождаемостью и преобразованием поселков в сельские населенные пункты. И к другим темам. Что делать, если кто-то по ошибке зачислил на ваш счет деньги? Это действительно может оказаться чей-то ошибкой, но зачастую именно так выглядит одна из мошеннических схем. Если пришло сообщение о зачислении средств, то это вовсе не означает, что деньги действительно поступили на счет. Сразу после такого смс обычно звонит отправитель с просьбой перечислить ошибочно переведенные деньги. Но эксперты советуют в данном случае не торопиться с возвратом средств. Мошенники для того, чтобы якобы вернуть деньги, могут и звонить, и торопиться с возвратом. Для начала необходимо посмотреть состояние вашего счета. Если же денежные средства действительно поступили, обратиться в банк, который по вашему заявлению совершит обратный платеж. Самостоятельно проводить подобные операции не стоит. Забота об экологии, вопросы благоустройства и награждения лучших учеников. Как проходит рабочий день, главы Иркутска Руслана Болотова смогли увидеть участники проекта вместе с мэром. В этот раз им удалось стать активными участниками жизни города, посмотреть изнутри, как и почему администрация принимает те или иные решения. После двухлетнего перерыва снова взялись за работы экологические отряды мэра. Сбор активы устроили в самом сердце Иркутска, сквере Кирова. Школьникам рассказывают их фронт работы. Из основных – озеленение города, уборка мусора в парках, очистка зданий от рекламного мусора. В рядах отряда больше 120 человек. Перед тем, как все разошлись по ввеленным территориям, детей поблагодарил глава областного центра Руслан Болотов. С ним рабочий день начали два иркутянина – Василий и Дмитрий. Именно они стали участниками проекта вместе с мэром. Мне нравится наш город. Я коренной житель города Иркутска. 35 лет уже в городе Иркутске живу. С Русланом Николаевичем я очень доволен, если честно. Завтра были бы выборы, и я бы пошел и за него проголосовал. В сквере ко дню защиты детей организовали выставку с портретами мальчиков и девочек из Донбасса. Фотографии искренние, глядя в глаза каждому изображенному на стендах ребенку, невозможно остаться равнодушными. Иркутяне оказывают большую поддержку всем жителям ЛДНР, собирают гуманитарную помощь, книги. Со сквера мэр пошел осматривать работу подрядчиков, которые сейчас ремонтируют прогулочную зону на Нижней набережной. Годом ранее привели в порядок верхний ярус, уложили антивандальную плитку, выровняли основание. То же самое предстоит сделать и на нижней части. В сентябре благоустройства должны завершить контроль за строителями. Постоянные – это отмечают и участники проекта. Мэр следит за городом, знает, что в нем происходит, ему не надо, он разговаривает с помощниками, еще с чем-то, он сам всегда постоянно в курсе. Узнала много о том, что происходит в городе, как проводятся какие-то работы, то, что, ну, не все быстро. То есть, на всем, конечно, хочется, чтобы вот завтра город преобразился и стал чудесной сказкой, но так не бывает, это долгая, кропотливая работа. Как поделился Руслан Болотов, в планах создать единую набережную Ангары, возможно, удастся закольцевать ее благодаря пешеходной зоне на Ушаковке. Но первым шагом все же будет объединение Нижней набережной с Цесовской. Проект уже отправили на экспертизу, к осени ждут заключения. У нас есть заявка по верхней набережной, подготовленная документация. И этот комплекс работы Иркутску важен и нужен. По большому счету, наверное, должно быть большое кольцо, включая еще и Ушаковку. Поэтому над этим будем работать, стараясь не подвести горожан с тем, чтобы им было приятно, комфортно отдыхать на берегах нашей замечательной реки Ангары. На этом рабочий день не заканчивается. Уделить внимание Руслан Болотов должен и одаренным детям. Так, в пятой школе искусств глава города вручил стипендии мэра 70 воспитанникам учреждений дополнительного образования. Лауреаты получили по 20 тысяч, дипломанты по 10. После, уже во время совещания, участники проекта и Руслан Болотов подвели итоги дня. Дмитрий и Василий остались в восторге и теперь знают, чем занимается администрация города уже изнутри. А проект продолжается, и все желающие могут написать руководителю Иркутска в соцсетях с хэштегом «Вместе с мэром» и попробовать себя в роли заместителя главы областного центра. Мадина Халикова, Владимир Языков. Новости сейчас. На белорусской ярмарке вы подберете идеальную пару на любой вкус и кошелек. Женский модельный ряд представлен размерами от 36 до 44, мужской – от 40 до 49. Мы заметно пополнили и обновили сантиметр нашей ярмарки. Появились новые летние модели – босоножки, шлепки и многое другое. Все обувь выполнена из высококачественных материалов. А также каждая пара обуви имеет маркировку «Честный знак», которая позволяет сцедить всю цепочку производства от конвейера до прилавка. Придя на нашу ярмарку, вы сможете неплохо сэкономить, потому что все наши цены от производителя. Также на ярмарке можно приобрести футболки, шорты, туники, платья, халаты, ночные сорочки, пижамы, белье, дачные и спортивные костюмы из натурального узбекского хлопка. Заметно расширили и пополнили ассортимент нашей ярмарки. Появились новые модели и фасоны. Пополняем каждые три дня. Тем, кто был у нас, советуем прийти еще раз. А новым покупателям с удовольствием поможем подобрать и выбрать красивые и удобные вещи. Ждем вас до 8 июня по адресу город Иркутск, улица Ленина, 48, дворец Спортотрут. И с 4 до 11 июня в городе Братск, проспект Ленина, 28, театрально-концертный центр «Братскарт». Спешите порадовать себя приятной и выгодной покупкой. Это новости сейчас и мы продолжаем. В Иркутской области на одного члена корреспондента РАН стало больше. Почетный список пополнил известный детский хирург, заслуженный врач России Юрий Козлов. Его избрали в Академию по специальности детская хирургия от сибирского отделения РАН. Среди основных достижений Козлова – новые направления в хирургии, минимальные инвазивные операции для новорожденных и младенцев, а также новые технологии вмешательств и практика современного мини-агрессивного подхода. Кроме того, Юрий Козлов – автор более 250 научных работ. Его труды публикуют самые популярные в мире медицинские журналы. А в 2016 году хирург получил личную благодарность президента страны. Юрия Козлова высоко ценят и в Иркутске. Так, два года назад он стал почетным жителем нашего региона. Они перегоняли военные самолеты на фронт по трассе «Мужество» Аляска-Сибирь в годы Великой Отечественной войны, а теперь их подвиг нашел отражение на страницах книги. Иркутянин Михаил Денискин собрал вместе десятки историй о летчиках-героях в одном произведении. Работа над летящими оказалась непростой. Автор собирал информацию по крупицам, общался с ветеранами Великой Отечественной войны, их родственниками и знакомыми, и даже ездил в экспедиции. Казалось, мы уже все знаем о подвигах наших предков, но на самом деле многое еще неизвестно, отмечает автор. После того, когда начинаешь общаться с благодарными людьми, с читателями, со зрителями, а тем паче с родственниками этих перегонщиков, слышишь такие теплые слова от нас, они настолько искренни, что просто выросают заново крылья и все, хоть сейчас тайгу. Памятниками природы регионального значения могут признать две пещеры в Иркутской области. Это самая протяженная в России Ботовская пещера в Жигаловском районе, ее длина более 69 километров, и пещера Чикановского в Ольхонском районе. Ее открыли недавно, в 2018 году, по картам исследователя Александра Чикановского, который нашел вход в подземелье полтора столетия назад. В пещере краеведа обнаружили многочисленные галереи и древний ледник, который может многое рассказать об изменении климата в нашем регионе за последние тысячелетия. До 2018 года в пещеру не ступала нога человека. Сейчас находку исследуют ученые. Часто говорят, что эра открытий географических закончена. Так вот, этот пример наглядно показывает, что мы не только где-нибудь там в космосе, на других планетах или на дне океана, но здесь рядышком с собой есть еще много чего того, что надо изучать, исследовать. Думаю, что еще нас ждет вокруг нас очень много важных событий, важных открытий, и это прекрасно. Как сейчас проходят исследования нетронутой человеком пещеры, мы узнали у ее первооткрывателей – краеведов Игоря Жителя и Николая Короля. Николай Александрович, Игорь Викторович, очень рада разговаривать с настоящими первооткрывателями пещеры. Правильно я понимаю, что эту пещеру вообще обнаружил исследователь Александр Чекановский полтора столетия назад, а в 2018-м вам удалось ее найти? Так оно и есть. Догады только такие, что показали ему проводники, когда он исследовал территорию Прибайкаля. Но, тем не менее, пещеру обозначил он на своей карте. Описание ее не дал, потому что достаточно сложный в нее вход, но на карте она появилась. А вот как так получилось, что полтора столетия было известно о том, что есть такая пещера в Ольхонском районе удивительная, и только в 2018-м году вдруг два краеведа решили ее найти? До этого времени никто не интересовался? Карта находится в общем доступе. Просто так вышло, что нам повезло, мы обратили на это внимание на карте, на условное обозначение, которое необычное. Ну, а дальше интерес возник все больше и больше найти ее, эту пещеру, потому что она с пелиологом была неизвестна. Но вход у нее такой вот неочевидный, да, получается? Трудно было найти? Найти было очень трудно, честно говоря. Мы даже когда сначала это все смотрели на картах, мы представляли себе намного все проще. И когда мы первый раз выехали на местность, добрались до этого условного квадрата, да, и мы прошли, наверное, километра два по тайге, по Бурелому, и вернулись обратно. Наверное, даже какой-то был момент после каждой поездки очередной, что, наверное, нереально. Просто очень лесистая местность, много буреловов, кустарников, рельеф сложный. И вот этот очень условный квадрат поиска, да, Чикановский не описал никак, как выглядит вход, никак, там, какой-то вход в расщелину или что. Мы искали нечто, что-то, да, которое, по нашему мнению, могло как-то вот... Но как оно выглядит? Мы даже представления не имели. Говорят, что это пещера-ловушка. Объясните вот людям, которые не понимают, что это значит пещера-ловушка. Пещера-ловушка называется тип пещер, в которые попадаешь, и невозможно выбраться. То есть в этой пещере отвесные стенки, и нижняя терраса на 12 метрах находится. То есть в нее спуститься практически без оборудования, специального оборудования невозможно. И если попадает туда бурундук, даже соболь, уже выбраться они даже не могут. Поэтому вот пещера-ловушка. То есть вертикальный такой... Вертикальные стенки без альпинистского снаряжения, ну, нереально спуститься и подняться тем более. Что вы увидели, когда вот спустились? Что первое увидели? Это было в октябре. И что первое мы увидели, внизу на террасе снег. То есть снега еще как такового не выпало в октябре. Ну, местами может быть. А там снег сохраняется весь летний сезон. Вот на нижней платформе, на которую пришлось спуститься чуть позже, уже взяв оборудование. И вот эта нижняя платформа, в самом деле, у нее поваленные деревья были, остатки какой-то породы, да, условно. Но эта платформа, как оказалось, то, что мы видели сверху, думали, что это дно пещеры. Это, оказывается, не дно. Это очень-очень большой высокий ледник, который там миллионы лет образовывался, накапливался в слоях. Ну, тысячелетия, может. Тысячелетия, ну, миллионы лет, наверное, так уже некорректно. Но это, на самом деле, большой ледник. И эти все, лед как бы уходит в расщелье, на обе стороны. Ну, интересно такое, конечно. Это надо увидеть, это очень красиво. Очень хочется, конечно, увидеть, но я так понимаю, что вряд ли кто-то без проводников, без тех, кто знает, вообще сможет обнаружить эту пещеру. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Поэтому был бы интерес. Но, действительно, подход к пещере достаточно тяжелый. Пришлось преодолевать препятствия и водные, и топи, и болота. Но, тем не менее, нашли. Сколько метров пещеры вам удалось преодолеть? И, может быть, уже есть какая-то оценка, сколько вообще вот ее длина? Нам-то пришлось преодолеть спуск, значит, вниз, вот на первую террасу, которая была видна, и немного ниже. Но мы не специалисты, мы не спелеологи. Сразу же приняли решение, что тут необходима работа спелеологов, специалистов. И поэтому мы не стали продолжать исследования ниже. А вообще, прошло сейчас на данный момент около 10 экспедиций, и уже протяженность ходов пещеры составляет около 5 километров, и глубина 80 метров составляет. Но это же не из праздного любопытства, потому что это действительно пещера стерильная, она сохранилась в первозданном виде, и многое может рассказать. Вот о чем она может рассказать? Тот самый ледник и все, что там обнаружат спелеологи? Видите, вот это слово уникальное, сейчас его многие употребляют, но оно действительно уникальное в том, что, как правило, пещеры, в которые есть свободный доступ, можно легко посетить, зайти, да? В них уничтожается очень много полезной информации. Очень много информации о пещерах лежит на дне пещеры, ну, в каком-то процентном соотношении, да? И за счет того, что эта пещера не посещалась людьми, потому что сложность туда попасть, в эту пещеру, очень сложно, она является таким всеобъемлющим, что ли, хранилищем каких-то данных, да, каких-то вот артефактов, информативности, информации, очень много в ней, потому что это ничего в ней не нарушалось. И почему на сегодняшний день, даже спелеологи еще пока совершают работы, изучают, там специалисты ездят, стараются как бы сильно не афишировать даже местонахождение пещеры, чтобы максимально было больше времени на то, чтобы собрать материалы с этой пещеры. Потому что как только пойдут туда люди массово, да, он начнет уничтожаться под ногами, по крайней мере. А почему сейчас важно, вот, чтобы этой пещере присвоили статус памятника природы регионального значения? Как раз поэтому? Да, цель именно эта. То есть, чтобы оградить от нагрузки, да, антропогенной? Да, да, да. А вы туда еще возвращались? Возвращались со спелеологами мы туда возвращались. Под присмотром. Под присмотром уже, да. То есть, за нами наблюдали в плане своих, как бы, возможностей физических и куда можно, куда... И рассказали нам, наконец-то, куда вообще можно нос засовывать свой, а куда лучше не нужно. Не бывает, чтобы много раз кто-то кого-то поздравлял с открытием пещеры, поэтому я вас еще раз хочу поздравить. Надеюсь, что скоро мы уже узнаем, что ей присвоен статус памятника. Мы на это очень надеемся. Спасибо большое. Спасибо вам. Вам спасибо. А теперь к блоку новостей спорта. В эти минуты в Ледовом дворце Айсберг в Иркутске проходят показательные выступления юных фигуристов. Мероприятие приурочено минувшему дню защиты детей. Для них подготовили праздничную программу. На месте работает наш корреспондент Дарья Макарова. Дарья, добрый вечер. Расскажи, на каком этапе сейчас мероприятие? Иван, добрый вечер. Мероприятие в самом разгаре. Его уже открыл парад участников. Сегодня выступают лучшие спортсмены Прибайкалья, члены сборной региона. Как они провели этот сезон, нам расскажет президент Федерации фигурного катания на коньках Иркутской области, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Ольга Насенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Как прошел этот сезон? Вы знаете, 28-29 мая мы завершили свой сезон соревнованиями областными, с которыми формируемая сборная команда. Мы проводим показательные выступления к празднику, к 1 июня, Дня защиты детей. Мы всегда это делаем традиционно, и я рада, что пандемийный год закончился. Мы можем проводить показательные выступления с нашими любимыми зрителями. Вы сегодня видите, какие удивительные номера показывают наши спортсмены. Очень хотелось бы, чтобы этот затор у них сохранился навсегда. Какие планы на будущий сезон? На будущие планы очень большие. Я хочу сказать, что наша сборная провела месяц в Сочи, в Сириусе, где интенсивно тренировалась такими знаменитыми тренерами, как Елена Анатольевна Чайковская, Алексей Урманов, олимпийский чемпион, Владимир Путин. Хореографию преподавал хореограф Мариинского театра. И те знания, которые они там приобрели, им пригодятся сегодня на соревнованиях. Сегодня в связи с тем, что закрыты международные турниры, турниры у нас принято решение Федерации России, чтобы распределить количество соревнований в регионы. Хотелось бы, конечно же, нам в Иркутской области принять такие соревнования всероссийского масштаба, где топ-фигуристы могли бы порадовать наших зрителей своим катанием. Ольга, спасибо большое. Ну а более подробный отчет покажу завтра в сюжете выпуска новостей сейчас. Иван. Дарья, спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, на прямой связи со студией была Дарья Макарова. Иркутский боксер-профессионал Игорь Михалкин проведет бой за пояс WBO Global. Соперником сибирского спортсмена в полутяжелом вести станет британец Калум Джонсон. Поединок пройдет 2 июля. Оба боксера претендовали на титул еще 4 года назад. Первый бой между ними должен был пройти в марте 2020. По словам Игоря Михалкина, встреча не состоялась из-за проблем Джонсона. У соперника иркутянина всего одно поражение в карьере. Его англичанину нанес россиянин Артур Бетербиев. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде. Сейчас Михалкин проходит индивидуальную подготовку. В планах тренировочный сбор в Москве или Турции. Для боя ему необходимо скинуть 6 килограммов. Для Михалкина бой в Лондоне станет возвращением на ринг после прошлогоднего поражения от француза Матье Бадерлика. В сентябре 2021-го иркутянин проиграл техническим нокаутом в бою за титул чемпиона Европы. Мы рядом с вами и готовы помогать. Говорите нам о ваших проблемах. Социальные, коммунальные, любые происшествия. А также делитесь с нами радостью. Рассказывайте о необычных людях и ситуациях. Ждем ваших сообщений в социальных сетях и на нашу почту или по телефону 707010. А я напоминаю, вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте аиств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Это были все новости региона за уходящий четверг. Оставайтесь на Аисте. Редактор субтитров А.Семкин